Здравствуйте! В эфире итоговые информационные выпуски «Селяк Парад» и в начале коротко о главном. День духовного согласия. Глава региона Кумар Аксакалов встретился с представителями духовенства. Ковид-19. В Мамлюцком районе коронавирус выявили у двух учащихся от школы-интернат. Сабит Муканов. Личность и наследие. В Козыбаев-Юниверсити прошла международная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная 120-летию писателя. Косым Жамар Тукаев выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному экономическому сотрудничеству 2020. Мероприятие, проходящее под девизом «Глобальные изменения после COVID-19 и будущее Северного экономического сотрудничества», открылось сегодня в Сеуле. Глава государства, высоко оценив инициированную президентом Мун-Дже-Ином стратегию новой северной политики, которая за последние три года неоднократно доказывала свою актуальность и жизнеспособность, приветствовал дальновидный подход лидера Южной Кореи к построению более процветающей, взаимосвязанной и стабильной Евразии. По мнению президента Казахстана, в настоящее время, когда мир столкнулся с беспрецедентными вызовами пандемии коронавируса, определяющее значение приобретает синергия политической воли и экономического благоразумия. Глава государства также остановился на потенциале Международного финансового центра «Астана», функционирующего на английском праве, особо отметив уникальность его экосистемы для иностранного бизнеса. В завершении выступления Касым Жамар Тукаев пожелал участникам форума плодотворной работы о президенту и правительству Южной Кореи удачи и успехов в их благородных начинаниях. Касым Жамар Тукаев принял министра иностранных дел Кыргызской республики Руслана Казахбаева, находившегося в столице Казахстана с рабочим визитом. Приветствовав кыргызского министра, глава государства высоко оценил уровень взаимодействия наших стран и народов. Президент отметил, что в Казахстане с большим вниманием наблюдает за развитием событий в Кыргызстане, рассматривая происходящее там как внутренние дела этой страны. В свою очередь, Руслан Казахбаев, выразив глубокую признательность за возможность встречи, поблагодарил Касым Жамар Тукаева за оказанную поддержку в сложное для Кыргызстана время и помощь во время пандемии коронавируса. В ходе встречи с министром президент обратил особое внимание укреплению сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и вводно-энергетической сферах. Глава государства призвал казахстанцев соблюдать карантинные меры. Наблюдается тревожная ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах. Повсеместно принимаются жесткие ограничения, в том числе порядок локдауна. Правительство работает, исходя из интересов бизнеса и экономики. Был учтен опыт борьбы с первой волной эпидемии. Касым Жамар Тукаев поручил Акимам принять решение в связи с эпидемиологической ситуацией. Необходимо завершить мероприятие по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны. Глава правительства Оскар Мамин в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область дал аналогичное поручение жителям региона. Также премьер-министр ознакомился с работой некоторых предприятий. Сначала глава правительства посетил агропромышленный сектор, химическую промышленность и горно-металлургический комплекс в Степногорске. За 10 месяцев объем производства в регионе вырос на 1,4%, а объем инвестиций увеличился в 1,7 раз. В городе премьер-министр посетил модульную инфекционную больницу на 200 коек. Глава правительства отработал меры по подготовке к санитарно-эпидемиологической ситуации и новой волне коронавирусной инфекции. Кроме этого, Оскар Мамин провел совещание по вопросам развития туристской инфраструктуры. Он подчеркнул необходимость завершения плановых мероприятий по развитию курортной зоны на 8 лет. В Мажелисе вручили премию «Парламентское слово для журналистов». В этом году специальная номинация была вручена в честь преждевременного скончавшегося известного журналиста Бейсена Куранбека. Кроме этого, наша коллега, главный редактор казахского радио Кымбадо Жан, была признана лучшей в номинации специальный репортаж. День Духовного Согласия За 30 лет независимости стране удалось создать особую казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия. Благодаря инициативам Ельбасы, первого президента республики Казахстан, Нурсултана Назарбаева, именно в нашем государстве первыми стали проходить съезды лидеров мировых и традиционных религий. Когда лидеры приезжали к нам именно в Казахстан, а другой площадки в мире нет, когда на таком уровне собирались. Каждый раз приезжая в Казахстан, они убеждались в том, что действительно в нашей стране создана эта особая казахстанская модель. И надо сказать о том, что многие изучали эту модель, благодаря чему межконфессиональность, межнациональность, очень большая страна с большим этносом различным живут в мире и согласии. Изучали этот опыт и в некоторых странах его распространяли. Сегодня в Казахстане проживает 130 этнических и 18 конфессиональных групп. По результатам различных исследований и социологических опросов, 76 жителей страны считают, что религиозная обстановка в государстве благополучная. 86% поддерживают политику государства в развитии межконфессиональных отношений. На встрече из главы региона, епископ Петропавловский, Булайовская епархия Владимир, затронул вопрос содержания в зимний период объектов религиозной конфессии. Средственных содержаний сейчас зимой, особенно на отопление, нет. И мы, обращаясь ко всем спонсорам, в том числе и к нашим руководителям, касающимся отопления и электроэнергии, пока не получили ни у кого внятного ответа. Мы говорим о том, что это памятники архитектуры, по сути дела. Это то, что украшает наш город, это то, что является в чем-то даже архитектурной доминантой нашего города. И вот хотелось бы, чтобы эти памятники как-то вашим мудрым решением поддержать, не разморозить их в зимний период. Это задача местных властей и спонсоров, которые найдутся. Я вам обещаю, что все будет нормально. Проблем не будет. Я вам это 200% обещаю. Хорошо, я буквально сегодня, завтра начинаю решение. А настоятель римско-католического прихода Святая Троица Петр Ян Ланхетте рассказал на встрече о поддержке, оказанной католической церкви в период пандемии. Большинство ее служителей – иностранцы, которые не смогли выехать на родину в этот непростой период. Складились к нам законы о миграционной политике, могли остаться и делать визы, продлить визы на месте. Также спасибо миграционным отделениям в нашей области и по целому Газахстану, что эти законы могут немножко измениться, чтобы можно было обслуживать приходы, потому что вместе с нашим уездом мы не могут обратно вернуться. И тоже в таком значении хорошо сотрудничать с этими всякими нашими разрешениями на миссионерскую деятельность отделения по делам религии. Кумар Акзакалов призвал руководителей религиозных объединений обезопасить себя и прихожан, посещающих храмы, церкви и мечети, исключить массовое скопление верующих, соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. В завершении встречи глава региона поблагодарил представителей конфессии за работу в поддержании мира и согласия и подарил книгу, выпущенную к 175-летию Абая Кунанбаева. Анастасия Дроняк, Самат Ясенгалиев, Служба новостей. У двух школьников в городе Мамлютка обнаружили коронавирусную инфекцию. Оба ребёнка – ученики санаторной школы-интерната. После подтверждения положительного результата детей 2004 и 2014 годов рождения госпитализировали в инфекционное отделение многопрофильной детской областной больницы. При эпидемиологическом расследовании установлен круг контактных в количестве 17 человек. За ними организовано медицинское наблюдение. В очереди заражения проведена заключительная дезинфекция. В настоящее время состояние больных и контактных удовлетворительное. Двое заразившихся ученика продолжают лечение в стационаре. К слову, с начала сентября в Североказахстанской области результат на КВИ оказался положительным у 32 учащихся. 17 из них посещали школу в штатном режиме, 15 находились на дистанционном обучении. Согласно закону Республики Казахстан об административно-территориальном устройстве, одним из критериев, определяющих город районного значения, является численность населения не менее 10 тысяч человек. Этому условию по состоянию на 1 января 2019 года не соответствуют 13 городов страны. В этом списке также города Сергеевка, Булаева и Мамлюдка Североказахстанской области. Однако есть и положительные моменты перехода этих городов в статус сел. Это повышение зарплат и еще ряд перспектив. На мой взгляд, рассматриваемый сегодня вопрос правильный. По нашему закону, в связи с малочисленностью населения города будет предоставлен статус села. Жителям это выгодно, ведь к зарплате сельских жителей прибавится еще 25%. Улучшатся социальные вопросы, будут коммунальные льготы. Это решение является своевременным. Думаю, что решится проблема с водой, дорогами. Если город перейдет в статус села, то будут выделены средства и улучшатся положение самих жителей. Контролировать ход строительства социально значимых объектов и домов. Мониторинговая группа при городском филиале партии «Нуратан» посетила дома по улице Первомайской. Предназначены они для представителей социально уязвимых слоев населения. Завершили ли строительство жилья в срок, кто и когда сможет заехать в свои квартиры, узнавала наша съемочная группа. Всего очередников местных исполнительных органов насчитывается порядка 15 тысяч человек. Половина из них относится к социально уязвимым слоям населения. Сегодня в областном центре специально для этой категории граждан закончили строительство двух домов. Расположены они по улице Первомайской. Оба дома на 93 квартиры. Работы начали в мае 2019 года. Подрядчиком выступила ТО «Лира». На один дом потратили примерно 800 миллионов тенге. Серьезных проблем во время строительства у подрядчика не было. В срок уложились, подвели необходимые коммуникации и на первых этажах установили специальные пандусы. Все работы завершены, я имею в виду по пусконаладке. То есть свет есть, вода есть, газ тоже полностью есть. Во всех кухнях установлены газовые плиты. То есть газ, свет, вода, канализация, все подведено. Дом готов. В домах находятся только одна и двухкомнатные квартиры. По словам участников мониторинговой группы, нарушений со стороны подрядчика нет. Строительство и ремонт выполнены качественно и своевременно. Новоселов пока нет, но уже созданы все необходимые условия для заселения. Жилье будет арендное, без права приватизации. Стоимость устанавливает Акимат. Калькуляцию определяет местный исполнительный орган, согласно нормативам. Но она здесь небольшая. Если человек, допустим, снимает такое жилье, оплачивая 50, 60, 80 тысяч тенге, то здесь по квадратуре, если это порядка 60 квадратов, 50 квадратов, то и цена не будет превышать 7 тысяч тенге ежемесячно. Проживать в этих квартирах жители смогут до тех пор, пока не приобретут себе собственное жилье. Илья Кудряков, Рейнбек, Бегужаев, Служба новостей. Бесплатную онлайн-поддержку для бизнесменов можно получить на сервисе Палаты предпринимателей «Атамикен». Всего доступно 127 услуг. Каких, расскажет Тамерланд Леубаев. Палата предпринимателей Северокоростанской области предоставляет юридическую, бухгалтерскую и маркетинговую консультацию. Также помогает в сфере госзакупок. С начала года в организацию обратилось 620 человек. Им оказано 750 услуг. Сервисная поддержка бесплатная. Срок оказания услуг, если, допустим, это бухгалтерский или юридический, то это в течение одного дня оказывают услуги на безвозмездной основе. Если маркетинговый, то, допустим, составление бизнес-плана уже займет время от одной до двух недель. Это выгодно предпринимателям. Не нужно никакие затраты приносить для себя. Артем Бухонин работает в сфере маркетинга более трех лет. Не так давно принял решение открыть свое ИП. Однако он не знал, какие шаги необходимо предпринять в дальнейшем. Друзья посоветовали обратиться за консультацию в палату предпринимателей. Результатом мужчина доволен. Я открыл, так скажем, ИП по продаже товаров через интернет. И еще я также продаю курсы. Ну, то есть информация. И я столкнулся с сложностью. Я бы мог, конечно, этим как самозанятый заниматься. Но большинство курьерских фирм не работают с физическими лицами. Также онлайн-платежи на сайте я не могу подключить как физлицов. Мне по полочкам все рассказали, что как. Ну, допустим, открыть дальше счет, какие платежи ежемесячные делать. В общем, я получил полную консультацию. Как отмечают специалисты, чаще всего северокрасстанцы обращаются по вопросам в сфере маркетинга и бухгалтерского учета. Сейчас консультацию оказывают 9 специалистов. Также люди могут получить поддержку онлайн. Для этого необходимо оставить заявку на официальном портале Национальной палаты предпринимателей Атамикен. На сервисе доступно 127 бизнес-услуг. Тамерланд Леубаев, Юрий Искаков, Служба новостей. 31 октября – Всемирный день накопления. В связи с этим представители Жилстрой Сбербанка провели открытый урок для детей. Подростки прослушали лекцию специалистов о том, как сэкономить средства. Акерке Конурбаева – ученица 8 класса. Несмотря на возраст, школьница знает, что значит экономить и копить. Вместе с другими участниками кружка «Финансовая грамотность» во дворце школьников она приняла участие в открытом уроке, проведенном Жилстрой Сбербанком. Тут очень много чего интересного. Тут есть про экономику, как нужно экономить, что и куда, зачем нужно одевать свое сбережение, которое ты накапливаешь и для чего ты накапливаешь. Тратить меньше, чем зарабатывать – это основное правило экономики. В рыночные времена финансовая грамотность доступна как взрослым, так и детям. На уроке экономии средств специалисты Жилстрой Сбербанка познакомили ребят с тонкостями экономии финансовых средств и их эффективного расходования. Рассказать о том, как в разных странах копят, какие способы накопления есть. Много интересного мы расскажем на этом уроке. Я думаю, что детям будет интересно и позитивно. Сегодня около 46 тысяч жителей региона доверили свои средства Жилстрой Сбербанку. Около 4600 детских депозитов. В банке действует продукт «Арнау», который позволяет детям получить жилье всего под 2%. Наталья Итова, Анастасия Драняк, Асельо Разбаева, Анатолий Белонок. Служба новостей. По горячим следам в Петропавловске патрульные полицейские задержали подозреваемого в велокраже. Преступление раскрыто до обращения владельца украденного в полицию. Подробности далее. В ходе патрулирования частного сектора экипажем батальона патрульной полиции замечен молодой человек с велосипедом. При виде полицейской автомашины он бросил велосипед и убежал. Через минуту его задержали. При виде мигалок бросил велосипед, попытался скрыться. Мой напарник, Эдеми Ансар, побежал за ним. Догнав его, привел к автомашине. Данный человек пояснил, что велосипед украл он батарбаяна 7 с третьего подъезда. Дальше мы вызвали оперативную группу 2-го отдела и передали им дальнейшее разбирательство. Выяснилось, что задержанным является 30-летний житель областного центра. Он признался, что похитил горный велосипед марки «Грант» из подъезда многоквартирного дома по улице Батарбаяна. Ранее он бывал здесь в гостях и давно обратил внимание, что велосипед обычно стоит у входа в подъезд, ничем не закрепленный. В результате мужчина решил его похитить для личного пользования. За что задержан? Велосипед. Где это было? В военном зал. В военном зал. А где был велосипед? В военном. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». В отношении подозреваемого вынесена мера пресечения в виде обязательства объявки. Идет следствие. Велосипед возвращен владельцу. Индирабай Мухамбет при содействии пресс-службы Департамента полиции. Ежегодно в октябре проходит Всемирный месячник борьбы с раком молочной железы. По итогам 9 месяцев 2020 года у 151 женщины из Северного Казахстана диагностирован рак груди. Подробности далее. Рак молочной железы в Казахстане на сегодняшний день занимает первое место в структуре онкозаболеваемости. В Североказахстанской области также лидирует эта локализация, конкурируя с раком легких. Врач-мамолог Майя Токсанова отмечает, что существует несколько факторов риска возникновения болезни. Рак молочной железы почти не болит. Первыми признаками это является, когда женщина сама обнаруживает у себя какое-то образование в молочной железе. Затем втянутость соска, выделение соска. Ну и боль тоже, конечно, может присутствовать, но не обязательно. Поэтому очень важно самообследование молочной железы после менструации. Второй, третий чистый день – идеальный день, когда отек молочной железы спадает, и можно пропальпировать хорошо любые образования. Риски возникновения рака молочной железы существуют и в молодом возрасте, то есть до 40 лет и составляет 7%. Методом выявления чаще всего является УЗИ молочных желез, так как без показаний маммография раньше 40 лет не назначается. Это связано с тем, что железистая ткань чувствительна к негативному влиянию излучения. Для того, чтобы выявить рак молочной железы на ранней стадии, у нас есть хорошие передовые цифровые маммографы, которые могут четко давать картинку, которые могут четко показывать локализацию опухоли, которые могут четко подавать размеры опухоли, структуру ее, согласно чему можно обследовать при помощи УЗИ исследования и сделать анализ, то есть гистологический анализ, трепан-биопсию. Для предотвращения рака молочной железы врачи советуют правильно питаться, заниматься спортом, как можно дольше кормить грудью и, конечно, проходить обследование один раз в год. Наталья Итова, Иман Кузимбаева, Самат Есенгалиев, Служба новостей. В Кузимбаев университи прошла международная научно-практическая онлайн-конференция «Сабит Муканов. Личность и наследие», посвященная его 120-летию. На собрании представители интеллигенции вузов страны и соседних государств еще раз вспомнили о значительном вкладе писателя в становление Казахстана. Тему продолжит наш корреспондент. Сабит Муканов – классик казахской литературы, писатель, поэт, общественный деятель, академик. Его произведения переведены на 46 языков. Написал он около 20 стихотворений, несколько повестей и романов, лирические произведения и больше 10 пьес. В честь 120-летия писателя на международной конференции в Казыбаев университи от имени Акима области Кумара Ксакалова благодарственное письмо получил руководитель управления внутренней политики Северо-Казахстанской области Кимель Оспанов. «Общеизвестно, что этот год знаменателен юбилейными датами, в том числе 120-летие классика казахской литературы Сабита Муканова. В юбилейный год мы переиздали роман «Звезда», как один из любимых произведений писателя, который не издавался больше 40 лет. В целях популяризации наследия Сабита Муканова мы проводим онлайн-конференции и конкурсы на знания произведений поэта». Роман писателя Акан Жулдыс, рассказывающий о жизни ученого-этнографа Шаканова Лиханова. Роман «Батагос», в котором запечатлены крупные революционные времена. Поэма «Сулушаш», поднимающая проблемы любви. Эти произведения передавались из поколения в поколение. На сегодняшней научно-практической конференции заслуженный деятель, академик Национальной научной академии Высшей школы Казахстана Заркынта Ишибай, рассказал о вышедшем в этом году произведении «Кельбет». Повествует оно о жизни Сабита Муканова. В этом году издана «Большая книга Кельбет», 800 страниц. Автор – ученый и доктор-профессор по имени Кульбек Ергебек, ученик Сабита. Литературно-культурное произведение о казахских писателях. Мы должны признать, что земляк Сабит был человеком высокой нравственности и мудрости. То, что его произведения и имя не забываются очень долго, говорит о том, что он внес неоценимый вклад в развитие литературы. На конференции в режиме онлайн любители литературы зарубежных стран выступили с научными докладами на темы пропаганда трудов Сабита Муканова, Сабит Муканов и закон, художественность произведений писателя. Также организована книжная выставка о творчестве писателя. Илья Кудряков, Аяулым Жалмуканова, Адиль Нуржанов, Служба новостей. А на этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и удачных вам выходных.